Итак, друзья, 15 ноября 2023 года мы продолжаем снимать для вас обзоры домов, которые мы построили в коттеджном поселке Разметелево. Напомню вам, что это очень близко к городу. Это 7 километров от Меги-Дыбенко, от развязки Кольцевая, Народная, все там рядышком. Садитесь, приезжайте в гости. Именно в этих домах мы вам показываем свою технологию о том, как мы умеем делать ремонт. Обратите внимание, этот дом называется FP1. Находится он на участке 8,2 сотки. У нас полностью сделан забор. У нас сделаны основные вещи по благоустройству. Парковочка для автомобилей, замощена плиткой терраса, сделана зона барбекю. Выполнена подготовка под фасадное освещение. Здесь будут красивые столбы. Естественно, дренаж прифундаментный, дренаж участка нужно еще поработать, но это в следующем году. В этом году мы сюда уже не полезем. В общем, здесь по благоустройству осталась работа не так много, как ее бывает, когда ты только начинаешь ремонт. Забор, ворота, калитка, все дела. Септик. Я, Саша. Ты у вас все равно примутил? Ну, мы снимаем видео, да. Ну, это вы загружаете онлайн у вас. Ну, нет. Да, вот сейчас на тебя смотрят, знаешь, сколько человек? Восемьсот человек тебя смотрит. Это эксперт нашего загородного строительства. Между прочим, между прочим, это был начальник нашего строительного блока Александр. Многие клиенты знают его. Приходя в офис на заключение договора, на какое-то обсуждение каких-то моментов, вот с ним идет основной диалог. Он ведет все наши стройки, главный инженер, несколько прорабов, в общем, самый главный человек по строительству. Пришел, проверил, как мы здесь справляемся со своими обязанностями, вроде говорит, ничего. О чем я вам хотел рассказать? Я вам хотел сказать, что у этого дома сразу же в довесок, вот ты его заказал, ты его построил, и ты имеешь готовую террасу. Обрати внимание, она уже подшита, она уже с освещением, она уже с выводом воды, с розетками. Вот эти две двери, две двери балконные открываются, и ты выходишь сюда, ты попадаешь на свою собственную террасу. Хочешь, зашивай ее, хочешь, не зашивай, хочешь, повесь красивые шторы. В общем, ты имеешь готовый навес. Как в Турции, да, шторы. Да, и ты хочешь, вот если заглянуть на соседний участок, где там уже живут, вот конкретно сейчас этот навес используется для хранения всего инвентаря. Опыт говорит о том, что, и практика говорит, что нужно строить еще дополнительный хозблок. Вот это вот такой надежный, крепкий, настоящий деревянный хозблок строится на таком же участке. Место для него там оставлено. То есть мы имеем террасу. Терраса 30 квадратных метров. Выполнена отмостка. Отмостка нужна для того, чтобы обеспечить защиту фундамента от промерзания. Здесь сначала идет утепление, потом идет контруклон от дома, и у тебя холода, холодный воздух, температура не даст морозного упущения под грунтом. Обрати внимание, что на этом доме, на домах этой серии сделан лучший и самый красивый планкин. Ой, оставить, клинкерный кирпич. Он безумно дорогой, но он безумно хороший, безумно красив. Введен газ, оплачен. Полностью сделана подготовка под фасадное освещение. Установлен септик, астра пятерочка, наверное. Выполнено подшиво, выполнено еще и сразу козырек. И сразу козырек, у тебя все готово. Ты, короче, просто заезжаешь, живешь. Калиточка. Ну, тут плитка заканчивается. В общем, все дела. Пойдемте в дом. Дом у нас 117 квадратных метров. Заходя в дом, ты попадаешь в тамбур. Справа техническое помещение, котельная. Выполнено, запущено. В доме тепло, в доме комфортно. Дом полностью топится на теплом полу. Что второй этаж? Вот, покажи магистрали второго этажа. Что первый этаж? Коллекторные группы холодной воды, коллекторные группы горячей воды. В коттеджном поселке Разметелево. Всегда это буду говорить. Городская вода, газ, электричество. Распределительный щиток. Подготовка под стиральную машину имеется. Слив. В общем, это хорошее полноценное техническое помещение. Выполнены натяжные потолки. И не абы какие, а красивые, дизайнерские от Олега. Это тебе не просто так. Тут вообще в целом этот ремонт делал наш партнер Олег. Каждая мелочь, каждый замочек, каждая дверь выбрана им и согласована с его внутренним вот этим видением. Выбрана Олегом, согласована с Олегом. Да, выбрана и согласована с Олегом. Это большой санузел первого этажа. В этом углу идет ванна, унитаз, раковина, какая-то система хранения, какая-то система хранения. Обрати внимание, что в этом доме реализована система угловых окон. Все углы первого этажа имеют вот такие красивые окна, которые дают много света и, в принципе, достаточно интересный узел. Сейчас мы с тобой находимся в кухне-гостин. Этот дом будет продаваться или с чистовой отделкой, или же он даже уйдет в меблировку. Мы не знаем, на каком этапе мы закончим, на каком этапе мы его продадим. Это кухня. Она имеет здесь букву П. Здесь есть полностью подготовка. Вытяжка, сливневка, т-т-т-т. Все, 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 все. Т-т-т-т-т-т-т. Вот. Я извиняюсь. Я извиняюсь. 34 метра у тебя кухня-гостиная. 7 метров у тебя сама кухня. Плюс у тебя, как ты называешь это помещение? Это домик Гарри Поттера. домик гарри поттера удобная кладовочка под лестницей вопросик можно один не пожалуйста смотрите антон михайлович я знаю что у александра у александра вот эта стена она это все это все вопросы коллегу олег так видит олег вот сказал что в этом доме будет так возможно там будет оставаться больше запаха в кухне и сказкой ты не проходишь если ровно пойдешь смысле пожалуйста я пригнул я каблуках я я спокойно здесь прохожу у тебя рост вообще у меня он рост 2 10 2 10 2 не приврал немножко но ничего страшного значит здесь у нас вешается телевизор здесь стоит диван здесь стоит обеденная зона такой дом запущен у нас через забор там живет уже живут люди и в принципе они нас туда не пускают так бы мы вам показали поднимаемся на второй этаж лестница металлическая с деревянным наполнением свет есть до ступенечки при ступенечки уже все приехало в ближайшее время соберем будет красиво поднимаемся на второй этаж здесь очень грамотно и удобно сделано окно она открывается это второй свет на это окно это называется мансардное окно мы поднимаемся на второй этаж в этом доме 117 квадратных метров три спальни два санузла техническое помещение большая кухня-гостина это классический дом наверное который закроет большую часть потребностей любой семьи двое детей и родители детская спальня номер один площадь озвучиваю 12 7 квадратных метров достаточно достаточно много места детская спальня номер 2 11 квадратных метров и обрати внимание что скатная крыша вот она всегда дает тебе скос к стене если ты не будешь делать ее вот такой вот знаешь вот шатровая крыша такая вот такая вот война 4 вот этих все а вот красиво как-то будешь спускать у тебя эта стена всегда будет низкая здесь же сделано так что если ты ставишь сюда кровать то ты зону практически не потерял ты можешь подойти сесть то есть несмотря на то что крыша скатная здесь все равно хорошо используется любое пространство комнаты уже вижу что здесь до кровать становится какой-то рабочий рабочее место кровать система хранения но я говорю в соседнем доме осторожно в соседнем доме у нас уже живут люди там у них в принципе все хорошо вот это пожалуй единственное помещение как к которому есть вопрос в этом доме но опять-таки это плата за то что это скатник и это небольшой дом он в осях у нас 7 на 9 метров всего то есть ты его можешь посадить на любой участок от 6 соток он у тебя хорошо станет в принципе здесь ванна раковина унитаз я был в таком туалете запущенном пользоваться можно но мне с моим ростом было бы удобнее если бы наверное здесь была чуть-чуть другая крыша но помещение не пропадает точно также используется и мы попадаем в родительскую спальню на наш взгляд она должна быть родительская а во первых она самая большая во вторых мы здесь имеем гардероб и единственный радиатор единственная система отопления радиатора нет вот еще один здесь еще и теплый пол и радиаторы самая крутая система комбинированное отопление когда у тебя и ногам комфортно и в то же время есть возможность здесь тепло здесь очень тепло я даже снял каску ну да возможность прогреть быстро помещение сам воздуха гардероб система хранения для родительской спальни вещь на мой взгляд необходимая опять-таки все цветовые решения это это фирменный стиль олега здесь дополнительно если у вас есть маленькие дети если вы боитесь ночных похождений как-то это называется да кто там по ночам ходят луночки да здесь можно поставить или замочки которые не позволят открыться настежь этому окну у меня такие дома стоят ну или установить какие-то французские балконы к бетонному фасадной части выполнить это достаточно легко нужно просто их заказать и выбрать и того 117 квадратных метров дом господин сюда приходишь ты понимаешь что это практически готовая заказа уютным уютным больше всего нравится по отзывам людей которые живут вот в соседнем доме давай туда посмотрим человек тоже выбирал он он его арендует то есть этот дом сдался в аренду и он в нем живет кайфует все хорошо плотный настоящий дом для стандартной семьи как я повторюсь там четыре человека выше крыши то есть вот если ты не хочешь там устраивать настоящий вот такой а вот тебе нужно просто приехать домой выполнить там ну по побыть в общей зоне внизу она огромная у тебя есть своя к спальне 2 3 у тебя есть свой гардероб есть санузел первого второго этажа техническое помещение комната горит поттера то это в принципе идеальный дом который я повторюсь сядет на любой участок 9 на 7 площадь застройки минимальная и теперь самый важный вопрос который обычно мы тоже олег но мы с прошлого раза мы подправились мы это делаем немножко заранее на сегодняшний день с участком 8 соток с оплаченным газом обратите внимание стоит вот распределительный этот узел этот дом стоят 17 миллионов 900 тысяч рублей вот с законченной чистовой отделкой в техническом помещении сейчас лежит вся канализация оставить вся сантехника весь фаянс вот эта вся история то есть будут установлены раковина санузел умывальник 17 миллионов 900 с землей вот в том состоянии в котором он есть дом зарегистрированы сейчас в собственности у физического лица если тебе было еще у нас есть через один дом но который сильно отстает в отделке там на данный момент выполнена черновая отделка стоит котельная серые стены стяжка на полу там еще до вот этого состояния нужно поработать два таких дома в продаже в разметелево бери трубку набирай номер и приезжай к нам гостя мы тебе с удовольствием покажем в живую